И не разгадали, что они. Во-первых, Тор, это Бог Тор, борит со злом. И из меча, который у нас вот здесь, смотрели, говорится, наверное, он отсюда вот вынимается ФС. ФСская церковь тоже есть, знаете? Ну, конечно, да. Ну, вот. Это вынимает меч, и это, ну, как меч-кладенец, это... Ну, здесь не буду показывать, незачем его втаскивать, наверное, да? Говорят. Но там, опять же, вывернули наизнан, бессмертные, вот, ведущие сквозь племена, они брали бы на себя ответственность за тех, которых они убивали. То есть, то, что все делали, и такого нет среди героев и землян, чтобы убивать бессмертно. Это уже международная пакостная выдумка. И вот памятник террористу. А террорист, знаете, кто это переводит? Это терумеши арати, словом. Тер-ор. Ну, так же, как в США за терроризм, мол, смертная казнь, государство и следствие, а за экстремизм тоже. А что такое экстремизм, переводит древнерусское? Это защита. Экстремление к защите. Как защита? Экстремизм. Экстремление сам в защите. То есть, себя защищать не имеем права. Землю пахать словом. Якобы не имеем права. Тер-ор. А вот здесь, обратите внимание, кузнец из меча, что выковывает слово. А слово творец, духовенец, матерец, самовласть, от вся, самодуховенец, для вся доброплоедных. То есть, словом можно похотить, можно похотить и от света. И сейчас в тайных школах великого подсвящения, например, сотворяют даже планеты. Творяют золотацы и баба вот на глухом материи. Шишковидное железо и гипоталамусом. Посредством от молитвы, которую я рассказывал, есть вот буковники у нас. Собик матерства, радио, хоть снова посмотрят. Есть в нашей жизни чудо? Чудо, но это как, знаете, смотрели, как есть и фильм. Есть такой. Тот же, вон, огонь. Чудо, чудо, там кричат эти. Ночь. Какой-то праздник религиозный. Разный это тоже. Фу. Вытряхнул. Потому что столько за 40 миллионов лет заколачиваться. Да, приходится. Ладно, будем тогда завершать. Дорогие зрители, значит, кто в Костроме находится, вы можете выйти на связь с онлайнером Федоровичем и помочь организовать лекции. Лекции. Потому что у нас есть несколько профессоров, они из дома прям вещают. Люди дистанционно открывают им мангрию. Вот еще будущее ближайшее земли, конечно, вот такое ожидаемо в магме. Потому что 350 миллионов только разумоносов на земле, которые могут выжить даже в магме. Но это описано даже в древних притчах. Как узнать, как отличить одного человека от другого человека? По ауре. По ауре? Да, ауру. Не научиться видеть, и при этом необходимо. Почему запрещена генетическая грамота олигархами? Потому что они не хотят, чтобы люди были разумоносными. Потому что они будут видеть ауру, они будут отличить людей от нелюдей. А можно по нам сказать, кто из нас люди, а кто из нас нелюдей? Вдруг я не человек, и это будет самое большое огорчение в моей жизни. Ну а зачем вам быть невидим? Если бы вы не были видим, то сейчас бы наверное так как рептилоид бросился. Нет, мы бы здесь не сидели бы. Если мы были бы другого какого-то какой-то другой вибрации, мы бы здесь не оказались бы. жена написала такое сейчас творение даже равнодушным сам не убить в магнит жизненность в земле. ожидается что в материке уже начинает двигаться и мыть магмой друг друга. Так спинки чесать от этих летов. Давайте запишем послание, завершающее послание, я выключу камеры, мы будем всех мы всегда суть бесконечна, чтобы святость и любовь разойти смогли. И вот это как уже на путь встри своего рода мы божественных вон. Давайте я прочитаю, можно? Давай. Попробуем? Здесь нужно с выражением, я думаю, лучше автор все это сделать. Да, мы божественных лон, и в мечтах, и в делах мы творцы суть, нэк ротки, хоть враги у России жизнь мерзает, пока пир у них свет чумы, но их ждут отработки, да разумности кистью мы распишем века. Времен око все чтит, чарами построений, ароматов времен расчудесна страна. Русь времен мечтит, грамот в жизни пений, да времена печатает жизнь письмена. В светосканных лугах наша юность бродила, детство знаем своим, и суть то ангельский взлет. Нам в веках бесконече смелились полнотилы, откройте дверь, знаешь, как миллионы веков время в ноты плетет. Симфонизм и пространство, и аж струн многомериях миром Божьим глаголят о задачах умов. Жизнь восходит тогда, когда ввысь стремление, гимны солнца сверхполнят светом, свят людей кровь. Нити солнечных дней, как в сказке, помнишь, как без премудра от кола, бумажка и солнышко. Цкьем из поряжа мгновений, десяти тысяч мирности в жизни дыхаем миры. Бог помог нам иметь бескредельное умение, чтобы возродить саднатера, благость сладой поры. Сигма песнями строится жизнь гимны вселенных, многомернейшей музыкой высших образов слов, симфонизмом пространства сотворяем нетленности, избавляя от вибритов жизненный кровь. Реки дешних времен, сигма, реки вплетаем, пространство новое строим для разумных людей, для детей и внучат, рай из раев сладаем, концентратом восходим в жизни нынешней всей. Для дашь Божьей щетим, сотворяем мы сень огладившейся одежды аур стежных времен, и с озвученным мечом мы мечтательств бденем. мы свет святой гармонии жизненных лон, мы суть лучших отся, аир, ари, рай, край. Нам пути возведает свет разумной красы Божьих, аур крылами святость нас защищает. Мы творим внуков Боли всей святой Руси. Спасибо. 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 Ну что, на этой позитивной ноте можно завершать. Тем более, что там уже пришли, как мы вовремя все сделали. Большое спасибо, дорогие друзья, это «Глобальная волна» была в гостях у Шубина Абрамова Анания Федоровича. Кто есть в Костроме, отзовитесь. Анания Федоровича вас пригласит себе в гости и вы сможете сделать прямые эфиры. Все. Спасибо. Стоп снятого. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нашему зрителю. Всего доброго. Мы завершаем нашу трансляцию.